17-й год для здравоохранения семьи социального развития был крайне плодотворным и напряженным. Мы говорим о том, что отрасль развивалась, отрасли были поставлены серьезной задачей губернатора Сергея Ивановича Морозова. И знаете, очень много вопросов мы успешно решали. Я, во-первых, хотел поблагодарить всех жителей Ульяновской области за понимание, поддержку. Конечно, слова благодарности руководителю области и поседателю правительства. А проблем, которые ставилось перед нами в жизни, жителям было много. Мы решали вопросы обеспечения первичной медицинской помощи этого терапевта, педиатра. Это проблема застарелая дальнюю ближнюю свяжи. Привлечение одной из структур, ВМ-клиник, позволило практически полностью снять проблему доступности медицинской помощи. Открытие центра охраны здоровья женщин, уникального центра, где, соответственно, в очень достойных условиях по принципу бережливости стали наблюдаться наши будущие мамочки. А это 70 тысяч будущих мамочек ближнюю дальнюю свяжь. Самое современное оборудование. Очень отрадно, что сегодняшний день мы говорим об открытии перинатального центра. Уникальный объект. Объект, который изменит здравоохранение детское в части новых принципов подхода. Это подготовленные кадры, это дополнительные квартиры, чего нет ни в одном регионе. 36 квартир. Это обученный специалист. Самое современное оборудование. Это отработаны прилегающие территории. Вы знаете, это комплекс, который действительно изменит вид центра города. Но это, конечно, продолжение всех вопросов в части лекарственного обеспечения. Это решение вопросов привлечения молодых кадров. Это колоссальный объем ремонтных работ. Это то, что на сегодняшний день мы даже опережаем федеральные центры. Это проект открытой реанимации. Это детские поликлиники бережливости, взрослые поликлиники. Это отремонтированное колоссальное количество новых направлений. Это сельское здравоохранение. Мы сейчас заканчиваем ремонт и открываем новые ФАПы. Поликлиники Новоспаска, Новоульяновска. Мы ставим задачу о том, чтобы были продолжены программы привлечения специалистов. Это программа «Земский доктор», «Земский мистер, «Земский фельдшер». Все направлено на то, чтобы вопрос кадровозапечения решался постепенно. «Земнадцатый год» – год развития. Но, вы знаете, «Восемнадцатый год» перед нами стоит очень много задач, которые мы знаем, как решать, и будем успешно решать. И те вопросы, которые перед нами ставит губернатор, это вопросы повышения качества медицинской помощи, это неукосинение соблюдения этики и деонтологии, это новые стандарты диспансеризации, это продолжение работы в рамках бережливого отношения к пациентам, медработникам, это принцип уже доброжелательности всей сети лечебного учреждения. Это, конечно, максимальное улучшение лекообеспечения, это то, что на сегодня называется современным здравоохранением. Это электронное здравоохранение, цифровизация, электронные подписи, электронные больничные листы, электронные в соответствии с введением карточек. Это тоже сегодня у него есть, мы это продвигаем. Это действительно во многом меняет лицо нашей отрасли. Мне бы очень хотелось в наступающем году поблагодарить еще раз всех жителей за понимание, поддержку, сказать о том, что все медицинское сообщество делает все для того, чтобы состояние здоровья маленьких, взрослых, жителей Ульяновской области было действительно в достойном уровне. Пожелать всем здоровья, счастья, исполнения желаний. Мы говорим о том, что 18-й год – это год развития, это год новых свершений, это действительно то, что будет определенным прорывом в отрасли. Мы говорим о новом направлении и ядерном здравоохранении. Это Димитровград. Это все послужит на пользу жителям Ульяновской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова